Всем привет! Мы опять полутали комнату Спейса. Сегодня мы обозреваем бесполезную коробку, бесполезного марканавта, потому что Спейс не может сам ее обозреть, потому что он бесполезный хаосит и вообще не шарит в ворковской технике. Первый литник у нас с корпусом. Тут боковые части, створки, спина, всякие подмышки для рук, всякие нашлепки на спину. Выхлопные трубы и где-то была вот эта штука для разделителя этих выхлопных труб. Опять-таки бошки пацанов две, тушка пацана, который будет торчать из люка на вершине нашего нафта и всякие там рога, прочие украшательства. Но на самом деле на этом литнике только рога украшательства. Здесь у нас конечности нижние и его, собственно, бошка. Нижние конечности. Это как раз место, куда вставляется его голова, то бишь его шея, он такой короткошей у нас, бошка с двумя нашлепками. Причем ГВ видимо обманула, мы искали картинку, где он был циклопом, но тут такой нашлепки нет. Скорее всего просто вот прилепляется этот фонарь посередине головы и все. Наколенники для его ножек, его ступни, коготки и всякие нашлепки на корпус и его место для пушки. Можно даже вот так оставить. Наплечники, которые наверное можно сделать как экстра армора, не лепить, а можно прилепить. И литник собственно с оружием и всякими закачками. Если собираете горка нафта, то лепите Девшторм Мегашуту и скорчу вот туда вот, куда мы вставляли кисточку. Вот она скорча. Ракеты, которые ракеты, их в принципе нет разницы куда лепить на руку или на корпус, как показано на инструкции. Ну, пляхая. Во, ракетки, клешня большая, клешня горка, а может быть морка. Всякие патроны, проводки. Вот, КФФ, главный бит с этой коробки, который делает ее полезной. Потому что с этим КФФ можно собрать мека с КФФ. Правда, оно большое, но можете взять по газике новому артефакту, будет мега КФФ. Потому что обычного мека с КФФ у нас больше нету. ГВС сняла его с производства. Опять продолжается клешня, Девшторм Мегашута. Это кастом Мегакэнон, который идет к морка нафту. Кожухи для рук. Опять башка. Где-то тут была еще одна башка, вот она. И целый парень, который, по идее, он там торчит за пушкой. Но можно его куда угодно приделать. Хоть меком собрать, хоть просто бойзом. Кем угодно. Причем башка вот эта классная, он в очках. Стильная. И всякие мелкие битцы, как на шлепке. Какая-то смотрительная штука. Прочее. Это у нас бигшуты, которые тоже вешаются или на рук. Или на спину, как захотите. В общем, набор очень хороший. Мне понравился. Куча всяких битцов. Есть вся закачка, кроме гротов. Которых сами найдете, куда, где взять. Потому что у каждого орка должно полно греченов всяких. Посадить на него. Что еще очень хорошо. Можно замагнитить. Там, по сути, магнитить одну пушку в руке. Замагнитить будет очень просто. Вот вам Граконавт, Мраконавт. Поле, опять же, тоже поставил на магнит. И все. Меняй как хочешь. Битцов останется много. К тому же, очень много можно не лепить. Как вы знаете. Из всех орковских наборов всегда остается всякая. Куча всяких фигней. Как глифы там. Тут даже парень целый может остаться. Но юнит бесполезный. Он будет у вас стоять на полочке. Но только если вы не упарываетесь по фану. И не варите марконавтов со всякой фигней против фарпталонов. И у такого бесполезного юнита под стать ему бесполезная коробка. ГВ зачем-то сделали ее открывающейся вот таким вот образом. Как коробки у мелких бойзов и прочих фигней. В этой коробке даже ничего нельзя положить. Ее можно только поставить, чтобы она стояла вот на полке. И все. В общем, на эту коробку.